Котельная должна приносить тепло, а не проблемы. Как сделать котельную правильно? Смотрим. Котельная – это самый важный инженерный объект в доме. Если подойти к этому вопросу легкомысленно, то при первом визите газовиков вы потеряете кучу денег. Все из-за того, что есть множество норм и правил, которые нужно соблюсти при возведении котельной. Мы пригласили руководителя проектирования инженерных систем Дмитрия Стробыкина и он с вами поделится знаниями и опытом в этой сфере. Дмитрий, привет! Здравствуйте! Дмитрий, расскажи для начала о трудностях, с которыми может столкнуться незнающий человек при вводе котельной в эксплуатацию. Ну, каких-нибудь топ-3 ошибки. Объем помещения и площадь его, неправильная площадь остекления, отсутствие вентиляции в котельной. Итак, начнем с площади. Какая она должна быть? Площадь, в моем понимании, должна быть не менее 5 квадратных метров, но и по нормам она должна тоже соответствовать этому значению. Да, я там слышал, что если котел что-то больше, там сколько-то киловатт, надо, в общем, это все считать. Ну, по-хорошему, да. Как минимум до 30 киловатт, если котел, то нам 5 квадратов хватает. Дальше это уже надо увеличить. Да, еще я бы добавил зрителям, что площадь считается после финишной отделки. То есть вы можете заложить одну площадь, а потом будет плитка, да, все это уменьшится, будут мерить, что получилось у вас после плитки. И это другая площадь. Это очень такой болючий момент в плане приемки котельной, потому что действительно ты вроде бы закладываешь без финишной отделки площадь нормативную, потом ты добавляешь условно по 3-4 сантиметра с каждой стороны, и площадь влетает в трубу. Просто приезжает газовщик и говорит тебе нет. Да, а почему нормативную закладываю? Потому что стараются сделать поменьше, ну, потому что люди не понимают, что, ну, в принципе, зачем лишняя площадь, да. Делают минимум, отделка и все. Так, теперь насчет стекла. Есть достаточно простое правило со сложными цифрами, но я стараюсь придерживаться позиции, что окно должно быть не меньше 0,8 метрах квадратных площади. То есть это просто высчитывается для практически всех наших типовых домов, это подходит, и можно не заморачиваться. Да, и здесь тоже тонкость есть определенная, что газовики считают конкретно стекло. Площадь остекления. Да, то есть вот эта рама они вычитают, да, и она уже не входит. Дмитрий, вообще давай скажем все-таки, что, скорее всего, эта норма, она такая устаревшая, это чушь, но ее как бы надо выполнять. Потому что идея была какая, что когда взрывается газ, стекло вылетает, и, значит, ну, как бы давление там ничего не выносит в доме, да, там, двери и так далее. Вот это стекло как бы не очень оно вылетает. Там у них есть расширенные нормы на данный момент, и это зависит от толщины стеклопакета. То есть в идеале хотя бы в котельной должен стоять однокамерный стеклопакет, и вот эта норма 0,8 квадрат рассчитана на 3-миллиметровый, по-моему, стеклопакет. Ну да, как видим, здесь стоит двухкамерный, котельная принята в эксплуатации, все хорошо. Ну ладно. Так, ну и третье, ты сказал, газовая вентиляция. Газовая вентиляция и приток воздуха для того, чтобы все-таки осуществлялась естественная циркуляция воздуха. Даже не то, что естественно, котел же жрет, да, воздух? Котел у нас закрытый камер изгорания, то есть он забирает воздух с улицы и запасывает продукты горения тоже наверх. А, это просто уже, чтобы, ну, если теоретически там какая-то утечка, чтобы оно хоть как-то вентилировалось. Ну и датчики, наверное, ставятся, да, обычно газовые иногда? Да, ну это обязательная норма. Мы предусматриваем как минимум розетку под питание этого датчика, а газовщики уже приходят и ставят вот этот датчик, называемый SIX, то есть сигнализатор автоматического контроля за газовом. Отлично. Котельная, насколько я знаю, должна быть обособлена. Что это означает? Ну, она должна находиться в идеале не дальше 12 метров от выхода дома. Она должна стоять не через жилое помещение. Ее может отделять коридор. Либо, ну, оборудование можно располагать в помещении кухни, но так уже давно никто не делает. Угу. Ну, то есть не через спальню, чтобы ты шел в котельную, а либо через прихожую, либо там через коридор какой-то. Тут в первую очередь следует задуматься о том, что котельную, если клиент сам не будет обслуживать, надо понимать, что кто-то придет и будет смотреть у тебя что-то тут, крутить, поправлять, чистить, промывать. То есть дядьки, валенка с газовым ключом. Именно. Поэтому выпускать их на весь дом, ну, нецелесообразно. Многие заморачиваются и делают в целом отдельный вход в котельную, и делают условную проходную, чтобы вообще тот, кто будет эксплуатировать и следить за котельным оборудованием, не посещал жилое строение. Да, это, наверное, самый лучший вариант сделать вообще два входа. То есть, чтобы и ты мог не через улицу зайти, мало ли ты хоть на котле что-то поменять, да, и люди, которые обслуживают, тоже могли зайти с улицы. То есть это, наверное, такое. Да, в целом из котельной можно сделать достаточно технологическое помещение помимо котельного оборудования. То есть сейчас его оборудуют какими-нибудь лопомойками, делая отдельный вход. Вот, может быть, это будет полноценным помещением для хранения чего-либо, потому что в целом помещение не подразумевает тут, ну, ничего, кроме расположения котельного оборудования и доступа к нему. А места тут в целом достаточно для каких-то мест хранения. Можно делать комбинированную постирочную, то есть в целом тоже не занимать место. Но при этом помещение котельной должно быть, ну, прям вот не супермаленькое. Итак, с котельной мы определились, теперь начинаем думать насчет оборудования. Кстати, какой выбрать котел, газовый или электрический, у нас про это был отдельный выпуск, ссылка в описании. Дмитрий, здесь у нас применен газовый котел. Как вы обычно подбираете котлы для наших заказчиков? Наши любимые котлы в работе – это котлы с закрытой камерой сгорания. Они доставляют, наверное, наиболее быстрый монтаж и самые простые дымоходы в этом плане. Котел подбирается с запасом по мощности хотя бы 15% от требуемой отопительной мощности. В целом, наверное, это ключевые параметры. Ну и бренд, я уже от себя скажу, ну и ты это знаешь отлично. Мы выбираем, исходя из наличия запчастей в России, сейчас не по всем котлам это все есть, из нормально работающих блоков управления, подключаемости там зонта и всего остального. Я правильно понимаю, да? Техподдержка, запчасти, наличие, возможность привоза каких-то дополнительных компонентов и в целом, так сказать, дружба со сторонней автоматикой. Да, потому что котлы, ну если мы говорим про качественные котлы, они похожие, да? По цене похоже и по функционалу, да? Да, да. Там плюс-минус, да? Важно, чтобы если что-то с ним случилось, чтобы мы могли быстро приехать и починить. Да, ну то есть поставить можно действительно все, что душе угодно. В моменте это будет, может быть, и выгодно, и быстро, и удобно, но если думать про долгосрочные перспективы, нам важно понимать, что мы сможем это обслуживать там на протяжении достаточно длительного времени. Дмитрий, какие тонкости у нас при монтаже самого котла? В данном случае у нас дом из керамических блоков и отделка плиткой в котельной. То есть в целом мы выполняем нормы по пожарной безопасности. Если бы это был брусовой дом, мы обязательно предусматриваем меры защиты стены от, в целом, возможного возгорания котла. Мы ставим лист минерита плюс нержавеющую сталь, чтобы защитить стену. Второй ключевой момент это расположение котла относительно газового счетчика. То есть для него тоже регламентируется расстояние, да, он должен находиться не менее полуметра от газового оборудования, чтобы дозавщики спокойно смогли подключить газ и его запустить в дом. И третий, наверное, такой серьезный момент это вывод дымохода. Главное, чтобы он был на нормативном расстоянии от окон. В данном случае у нас дымоход на кровлю, то есть у нас нет этой проблемы. Но если бы дом был двухэтажный и у нас, условно, была бы спальня над котельной с окном, то выводить дымоход уже туда нельзя. Надо обязательно думать, куда будут выпрасываться выхлопные газы. Кроме труб у нас тут еще полно проводов, да, в котельной? Что можно сказать про электрику, какие тут тонкости? Самая главная особенность это непосредственно финишное оборудование защиты не менее IP44. У нас должен быть под каждый потребитель выведен, так сказать, розеточный блок. Ключевые моменты это котел, тен в бойлере, стабилизатор, автоматика, средства контроля с газованностью, чудесный сикс, обязательно обогрев воды, водоподготовка, если она будет, и насосные группы. То есть вот это такой базовый набор параметров, которые должны включать в себя котельные. Я, насколько помню, у нас тоже ввели не так давно мы этот стандарт, ну как лет 5 назад, чтобы в зоне, где могут быть протечки, вот, ну, грубо говоря, под трубами, никаких розеток, никаких проводов, чтобы не было. Ну, да, финишное оборудование, как минимум, мы используем в классе защиты намного больше. И, да, дополнительной мерой является то, что мы стараемся все розетки размещать непосредственно выше всех трубопроводов, соединений, кранов, дабы при протечке не произошло никаких недоразумений. Да, причем по пуе таких требований, насколько я знаю, нет. По пуе очень много требований, и, ну, их достаточно тяжело соблюдать. Нет, ну, конкретно этих вроде даже нет, мы смотрели. А это мы, как бы, дополнительно сами ввели. И, скорее всего, оно правильное. Это же касается элемента нашей длительной эксплуатации. Ну, то есть, мы стараемся делать так, чтобы потом, при возникновении каких-то проблем, это была, грубо говоря, ошибка техническая, а не наша, не ручная. Также стоит обязательно отметить, что надо заземлять оборудование. Это касается котлов, автоматики, бойлера, тен в бойлере и ввод воды с насосными группами. Это минимальный такой набор, который требует заземления. И, в целом, качество заземления надо обязательно проверять, когда ты его монтируешь. Дмитрий, ну, вот здесь, смотрю, газ есть, да, но ведь бывают дома, где только электричество, да, и там стоят электрокотлы. А что этим людям делать, если у них электричество отключат? Тут единственной, наверное, альтернативой возможной, это монтаж генератора. Но стоит понимать, что если у нас тут котел 28 кВт, то электрический котел это тоже будет плюс-минус 15-18-20 кВт, и генератор на такую мощность это достаточно дорогое удовольствие. Об этом всегда стоит помнить, и как альтернатива всегда делает у себя кабин в самом большом помещении, чтобы спасаться, если будут какие-то экстренные ситуации. Так, Дмитрий, здесь стоит стабилизатор тоже Baxi Energy. Видите, какой? Кажется, Baxi еще и стабилизаторы делает. Ну, я не знал. Вы, наверное, знали. Обязательно ли его устанавливать? Поскольку качество электричества, ну вот, в ИЖС, оно частенько страдает, это и падение, и отключение, стабилизатор вещь, ну, крайне необходимая. Все оборудование финишное, это котлы, насосные группы, какая-то автоматика, оно достаточно нежное, оно не терпит перепадов напряжения и отключений, поэтому нам точно надо стабилизировать электрическую линию, чтобы быть уверенным, что все будет хорошо у клиента. Также обычно вода идет через котельную, да? Как бы тут коллекторы обычно делаются водяные. Да, ну, в целом, в котельную заходит трубопровод водоснабжения, будь то скважина, центральный водопровод, может быть, колодец, если у кого-то еще осталось. И, да, тут идет подключение к бойлеру косвенного нагрева, непосредственно выход на коллекторы, которые идут дальше по санузлам, и также есть отвод под подготовку водоснабжения в целом. Дмитрий, а что это за отводы для водоподготовки? Можешь подробнее рассказать? Поскольку качество воды в целом у нас в Московской области оставляет желать лучшего, стоит озаботиться тем, чтобы организовать подготовку воды, которая будет поступать вам дома. Это, как минимум, избавит вас от великолепного налета на сантехнике, решит многие проблемы со здоровьем, и в целом должно быть предусмотрено на самом начальном этапе строительства, поскольку потом это делать сильно проблематично. Я вообще в целом считаю, что стоит думать сразу о полном наполнении котельной вообще всевозможным инженерным оборудованием, даже если вы его сразу не планируете ставить. Но, тем не менее, место под водоподготовку хотелось бы сразу закладывать, потому что потом ты его уже не пристроишься. Ну и отводы, да, чтобы потом не колхозить, а чтобы все было, можно было потом подключить. Да. Дмитрий, я, насколько понимаю, вентиляция нужна не только в жилых помещениях, но и в котельных, и тут наверняка не обошлось без каких-нибудь норм. Да, газовые службы непременно требуют естественную вентиляцию помещения котельной, и в идеале должен быть обеспечен приток воздуха для вот этого естественного воздухообмена. То есть, как минимум, у нас должен стоять приточный клапан в котельной и вытяжная труба без каких-либо вентиляторов, которая будет вытягивать потенциально воздух с условной утечкой газа. Дмитрий, ну и, наверное, самый важный пункт – это пожарная безопасность, потому что все очень сильно боятся, заказчики, что дом может загореть, и наверняка котельная – это одна из зон потенциального риска, потому что здесь и электрика, и что-то в котле горит, ну и так далее. Какие тут предусматриваются вещи на эту тему? Как минимум, тут стоит датчик загазованности, который непременно просигнализирует о том, что что-то в котельной не так. Второй момент, который я бы очень рекомендовал клиентам, это в целом задуматься об установке у себя каких-то огнетушителей. Может быть, есть более интересное решение – это такие, так сказать, противопожарные гранаты. Такие шарики, которые прям при воздействии на них температуры заполняют объем какой-то выделенный и тушат условное воспламенение. Третий пункт – это то, что у нас отделка помещения выполнена в целом плиткой, то есть это уже немаловажный фактор. Я от себя добавлю электропроводку сделать нормальную. Для тебя-то это очевидно, но часто люди же, когда сами там колхозят на скрутках, все, понимаешь, на один кабель вешают кучу приборов и так далее. Вот оттуда еще бывают проблемы. Ну, в целом, да, качество электропроводки, оно сильно влияет вообще на пожаробезопасность. Наверное, поскольку мы достаточно много времени и качества уделяем в этом плане, то ты перестаешь в какой-то момент думать о том, что может быть плохо. Да, да. А там сейчас вот как раз вышла статистика. Одна из самых частых причин – это короткое замыкание и проход дымохода через кровлю. Да, ну, имеется в виду в каминных. Тут-то не такое, не те температуры. А вот когда там дровлящики подбрасываешь, там летит вместе с угольками. Нет, справедливости ради, это мы тут используем котел с закрытой камерой сгорания, и он в целом, ну, его дымоход не нагревается до такой температуры. А есть точно такие же котлы с открытой камерой сгорания. Если делать дымоход просто неутепленный, без, так сказать, прохода специального, через перекрытие или через кровлю, то... То могут быть проблемы. То есть он тоже прям до красно нога. Может, легко. Накаляется. Отлично. Друзья, ну, конечно, сделать все хорошо – это одно, да, а чтобы это все хорошо работало, это нужно регулярно обслуживать. Дмитрий, можешь рассказать, что конкретно обслуживают, что эти люди делают? Как минимум, всегда должна работать автоматика в котельной, стабилизатор, который следит за качеством электричества. Дважды в год надо проверять сетчатые фильтры в котельной, проверять работу СИКСа. Это тоже немаловажная история. Он вроде как бы стоит, но работает он или нет – непонятно. Также немаловажный момент, что в целом при сборке котельной обязательно обеспечить доступ ко всему оборудованию, чтобы тот человек, который сюда приезжает, мог это проверить. Ну и можно добавить, что если у клиентов скважина, хорошо бы проверять реле давления, чтобы давление в доме на вводе воды соответствовало тому, что хотелось. Да, дальше от себя добавлю. Груши портятся вот в этих штуках, да, или как они там называются? Да, мембраны. В очках мембраны, да, но мы их что-то груши называем. Вот, значит, дальше в котлах там что, по-моему, чистят тоже сажу там или что, да, в камерах? Могут чистить и дымоход, могут чистить и теплообменник. То есть в идеале вообще после завершения отделочных работ сделать в котельный клининг, потому что после всех вот этих пыльных, штукатурных, малярных работ, если система была уже запущена, ее прям конкретно надо чистить, чтобы она дольше проработала дальше. Потому что вся эта пыль, она на самом деле летит на теплообмене. Она попадает везде. Да, вот это люди, кстати, не понимают, да, что они тут вот штукатурят, все это, значит, пылят, везде на полу слой пыли, а не забывают, что котел всасывает это все тоже. Хотя как он всасывает, если воздух идет снаружи, но как-то оно попадает. Все равно это же, ну, воздух он циркулирует, и те же стабилизаторы, та же автоматика, те же насосы, то есть это все оседает. А особенно это сложно и болезненно сказывается на котельных, ни на полипропиле, ни собранных. То есть если это медные котельные, нержавейка, если цементная штукатурка, пыль, все это ложится на эти системы, то коррозия в целом, ну, имеет место быть. Да, мы видели такую котельную, помнишь, там все позеленело, посинело, и мы не могли ничего с этим сделать. Дмитрий, ну что ж, было очень полезно, тебе большое спасибо, счастливо. Вам спасибо, что пригласили. Друзья, пишите в комментариях, что нового вы извлекли, и с какими трудностями вы сталкивались при монтаже котельной. Спасибо, что досмотрели до конца, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, и подписывайтесь на канал. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!